На часах уже за полночь, в то время как большинство горожан уже уснули на насосной станции Северного водозабора. Рабочий день только начался. Что происходит в этом здании, сейчас мы узнаем. На языке коммунальщиков тельфер, а по простому подъемник, готовится спустить шахту глубиной 18 метров в чугунную задвижку весом почти 2 тонны. С ее замены и начнется нынешний ремонт водозабора Северный. За 17 лет работы машинистом Николай Смоляков проводит эту процедуру второй раз. Неисправность действующей задвижки обнаружил в ходе подготовки к плановым профилактическим работам. Замена подшипников, скрыли крышку, она не держит. Пришлось делать там заглушки, есть болтики, открутили, вода стекает, потому что она не держит. Если необходимость замены задвижки возникает редко, то очистка вакуумных камер глубиной почти 5 метров – задача ежегодная. В течение года у нас накапливается в вакуум камерах осадок, то есть осадок железа, ила, которые попадают в вакуум камеры. Очищаются они вручную, лопатами закидывается у нас емкость и поднимается тельфером наверх. За прошедшую ночь специалисты прочистили две вакуумные камеры, заменили четыре задвижки. А порыв, который обнаружили на трубопроводе между двумя площадками Северного, устраняли весь сегодняшний день. Чтобы ремонт и профилактика шли в быстром темпе, в смену заступило в три раза больше сотрудников – по 9 человек на площадку. Сварщики, машинисты, механики, энергетик и электрик. Благо, часть работы на себя взяла техника. В этот период легче сейчас пока. У нас меньше работы, потому что более-менее новое оборудование уже. Это на второй площадке у нас установили частотный регулятор. Он регулирует подачу давления автоматически. Если до вечера не случится особых происшествий, то вода в кранах горожан появится уже сегодня. Пообещали коммунальщики. В любом случае, резерв времени у них еще есть. По плану запустить водозабор Северный должны только завтра. Оксана Курбатова, Денис Лугов. Программа «Город». Проблема какая?